Они прекрасно умеют творить и воспитывать. Такое мнение напрашивалось сразу. Выставка прикладного творчества встречала всех гостей концерта. Узнав имена авторов, многие удивились. Здесь же у нас выставили свои работы и просто наши коллеги, которые далеки от прикладного творчества, и это у них вот именно как хобби, как увлечение. Выставлены работы психолога, бухгалтера, спортсмена, хореографов. И вот благодаря этой выставке наши коллеги смогут посмотреть на тех, кто работает рядом с ними, немножечко с другой стороны. В центре полный зал зрителей. Для ребят, у которых сейчас идут школьные каникулы, это настоящий подарок. Мы ждем выступления наших преподавателей, которые вырастили нас. Для нас это был сюрприз, когда мы узнали об этом. Мы все с нетерпением этого ждем. Ждали этого, и вот этот день настал. Когда-то были мы все маленькие, выросли, превратились в больших. Ну и, конечно, все мы, педагоги, талантливые. И сегодня произойдет чудо. Я надеюсь, на этой сцене мы увидим все его. Все надежды, теплые, нежные, и берегу я по волна. Школьники даже не знали, что их педагоги прекрасно поют, танцуют, разыгрывают сценки. Так, руководитель спортивного отделения Елена Долгополова предстал в образе игривой цыганочки. А в забавном клоуне ребята не разглядели методистов по социо-уклубной деятельности Викторию Часовитину. Ручки есть? У всех есть. Так, один, два, пять, все, что ли, без ручек. Словом, каждый школьник сделал для себя маленькое открытие о большом таланте своего любимого педагога. Организаторы фестиваля пообещали такие веселые встречи сделать традиционными. Мария Константинова, Михаил Терышкин. Местное время.